Продолжение следует... У меня это вот такой квадратный холст 50-50 см, 35% хлопка и 65% ледяна в составе на подрамнике. Называется он художник. Далее нам понадобится непосредственно то, с чем мы будем все это делать. У меня это акрил Liquitex 48 цветов. Я сделала обзор на этот акрил, распаковку, вы можете посмотреть ее буквально в прошлом видео, я оставлю вам подсказку. И помимо этого у меня здесь две основные вещи, которые нам помогут добиться объемности в картине, добиться вот этого эффекта абстрактности и даже некого барельефа. Это вот такие две текстурные пасты. Одна паста с песком, сонет, и вторая паста Liquitex моделирующая, без песка, но дает объем и нужную нам как раз вот эту фактуру. Далее у меня есть вот такой ультраматовый гель для того, чтобы увеличивать объем краски и замедлять высыхание. Есть вот такой спрей, которым можно сбрызгать палитру, чтобы наш акрил не высох раньше времени. И финишировать работу я буду двумя видами лака. Один матовый, другой сатиновый. Предполагаю, что сатиновый буду использовать на объемах и матовый на плоскостях для того, чтобы создать еще небольшую такую игру света в наших картин. Я в этом плане вообще полной ноль. Я ни разу ничего подобного не делала, поэтому это будет эксперимент. Я надеюсь, что хотя бы я не потрачу просто так холст. Это уже будет прекрасно. В общем, поехали! Итак, прежде всего нам нужно, конечно же, подготовить наш холст и наметить основные линии. У меня будет очень простой растительный узор. По сути дела это симметричные листья, которые идут вверх-вниз, вертикалями к друг другу. И также я намечаю прожилки будущих листьев. Так, в качестве палитры я буду использовать одноразовые тарелки. Одна у меня будет для замешивания цветов и вторая для работы именно с текстурными пастами. Итак, для начала мы создадим базу. То есть, во моем эскизе вот это вот, все негативное пространство, это будет фон. И именно фон я хочу сделать текстурно-песчаный. Мы можем нанести текстурную пасту непосредственно создавая сразу нужный нам объем и затем после высыхания ее окрасить. Либо мы можем смешать сразу с акриловыми красками. Собственно, с песком можно поступить таким же методом, как вам удобно. Я решила, что для фона я использую замес вот этой текстурной пасты с песком сразу вместе с акрилом. Далее я готовлю основные цвета для моего фона. Как я уже сказала, я хочу, чтобы он был чуточку темнее, чем сами листья. Здесь у меня в Тайла Циан зеленый и синий, парочку каких-то других синих оттенков, белый и черный, для того, чтобы можно было сделать их чуть поглубже. И белый для того, чтобы можно было сделать чуть поглубже, соответственно. И предварительно я все это смешиваю с нашей текстурной пастой. Вот таким вот образом она выглядит. И теперь я начинаю потихоньку заполнять наш фон. Фон я заполняю мастихином. Потом я поняла, что это не очень удобно, и поэтому я взяла кисть и начала намечать полусухим акрилом контуры наших будущих листьев, для того, чтобы мне было чуть лучше видно границы и чтобы я не заходила фоном, соответственно, на эти контуры. Далее я продолжила заполнять. Суть в том, что я не смешиваю до конца краски с текстурной пастой. То есть, по сути дела, мне даже важно, чтобы вот эти прожилки, которые остаются от мазка мастихином, оставались неравномерными. Создается такой интересный мраморный эффект. И он не такой банальный, как если бы мы заполнили все одним простым цветом. Мне кажется, в этом очарование мастихина, поскольку он дает динамику и такую форму мазка, которая не дает никакой другой предмет. Кистью, в принципе, сымитировать это возможно. Например, плоской кистью. Но все же кисть дает такие ворсинки, да, в текстуре, как их назвать, даже не знаю, если честно. И мастихин дает более мягкий, более плавный мазок, очень-очень характерный именно для мазка мастихином. Вот это важно. Поэтому здесь можете вообще быть максимально смелыми. Где-то я добавляю конкретно цвета кистью, поскольку текстурная паста слегка разбеливает основной состав краски, разбеливает замес. И поэтому, чтобы сделать какие-то цвета поглубже или поинтенсивнее, или увести их немножко в другой оттенок, я уже прям по ходу вмешиваю кистью нужные мне цвета. То есть где-то посинее зеленый, где-то почернее и так далее. Собственно, здесь нет никакого строгого правила, которым я бы пользовалась. Я делаю это первый раз, поэтому я все познавала в процессе. Вот. Также я периодически сбрызгиваю палитру нашим спреем. Он действительно работает, и эта штука реально спасает. Особенно если вы впервые что-то делаете, как я, и в процессе меняете свою технику, это очень удобно. То есть вы можете не бояться за то, что у вас там что-то высохнет, и ваш состав попросту будет уже непригоден для дальнейшего использования. Собственно, таким образом я заполняю весь фон. У меня остаются грубые контуры, но в дальнейшем мы их уже подкорректируем. Так, ну что ж, вот так у меня сейчас выглядит этап процесса. И сейчас мне надо дождаться, когда вот этот вот фон немножко хотя бы подсохнет, схватится, для того, чтобы сверху я уже могла смоделировать вот эти листья. И для листьев я буду использовать светлые оттенки зеленого, для того, чтобы они как бы выбивались и были более объемными на темном вот таком сине-зеленом фоне. И далее начинаем с самой интересной. Я беру нашу текстурную пасту. Вот так вот она выглядит. Открываем ее. Пленочка здесь крепкая, поэтому пришлось приложить немного усилий. И она абсолютно белая, не имеет никаких оттенков. На самом деле я думала, что это будет нечто погуще. Но в целом в дальнейшем я поняла, что, наверное, вот такой консистенции более чем достаточно. Так как я, повторюсь, делаю такие вещи первый раз, я сначала начала сразу наносить текстурные мазки на мой макет. Но в дальнейшем я поняла, что это очень-очень неудобно. Поэтому следующий лист я сделала по-другому. Я сначала распределила нужное мне количество текстурной пасты. У меня на самом деле небольшой объем, но вы можете делать гораздо плотнее слой, если вам нужно. И уже по этой текстурной пасте я начинаю аккуратненько по форме создавать прожилки наших листьев. Очень-очень простое движение. Стараюсь делать его аккуратно, примерно на равном расстоянии. И противоположную сторону, вторую половину листа, я стараюсь делать не симметрично, а чуть-чуть повыше. Как бы имитируя прожилки натурального листа. Здесь основной задачей является создать эффект листьев. Но мы не должны делать их реалистичными максимально. Поскольку это все-таки абстрактная интерьерная картина, мне хотелось оставить эффект такой немножко недосказанности и упрощения. Поэтому я думаю, с этой задачей может справиться абсолютно любой. Для того, чтобы заполнить серединки, я просто мастихийным боковой поверхностью провожу по центру линию. И таким образом лист становится еще больше похож на лист. Здесь надо просто немножко приноровиться. Вы видите, что паста довольно пластичная. И в целом, мне кажется, можно ею даже создать какие-то формы где-то отдельно. И уже потом их как бы снять мастихином и просто положить на ваш холст. Ну, если речь касается чего-то более объемного, да, там цветов каких-то и так далее. Но вот такие простые примитивные листья очень просто делаются. Ну что ж, вот так выглядит просохшая полностью работа. Она у меня сохла чуть больше суток. Успел уже кот тут походить по ней. Мы видим, что все фактурки сохранились в первозданном виде. То есть ничего не просело, ничего не изменилось, не испортилось. Но, конечно, нужно немножко подождать. У нас остались такие грубые контуры от фона. На самом деле, можно было заполнить вообще изначально весь фон. И уже потом на нем сверху создавать что-то моделирующее пасты. Но, мне кажется, так очень повышается расход материала. Поэтому я все контуры буду обрабатывать уже финально. То есть как бы добивать все микро-микро детали. И сейчас наша задача подготовить какие-то оттенки для наших листьев. Я уже говорила, что это будут цветло-зеленые оттенки разных направлений. Что-то потеплее, что-то чуть похолоднее. Так, чтобы в целом они выделялись на нашем фоне. И в дальнейшем уже, как высохнет полностью весь акрил, можно будет добавить какие-то элементы посеребрения, например, или золота, если захочется. И теперь я начинаю подбирать цвета для моих листьев. Это оттенки уже гораздо светлее. Нам надо, чтобы они выделялись на темно-синим, таком зелено-синим фоне. И поэтому я смешиваю в основном уже готовые оттенки с разбелым. То есть есть белило в составе. И также немножко добавляю кое-где в замес голубого и желтого, для того, чтобы наш зеленый не был сильно плоским. На самом деле можно также добавить еще и фиолетовый, если вы хотите как-то разнообразить вашу зелень. Я наношу все это на полностью просохший текстурный слой, обычно синтетической кистью, которой мне не жалко. Сейчас это все выглядит, конечно, не очень симпатично, но не переживайте, доверяйте процессу. В дальнейшем, когда мы все это будем уже наслаивать, это начнет приобретать более симпатичный вид. И также я здесь использовала гель для того, чтобы увеличить объем нашей краски. Этот гель тоже очень классная рабочая штука, потому что с ним все замесы становятся более равномерными. И краска не оставляет вот этих полос от кисти. Мне кажется, это очень сильно облегчило мне задачу, потому что первый лист был максимально отвратительным. Но в дальнейшем, когда я уже начала все миксовать с этим гелем, у меня все встало на свои места, и стало получаться именно так, как я это видела в своей голове. Поэтому вот такой гель очень тоже классный медиум. Но я думаю, в нем нет прям крайней необходимости. В принципе, вы можете использовать обычную воду, но делать замесы побольше. Расход краски довольно большой. Выходит на такой формат, как у меня. У меня это 60 на 60 сантиметров. И, собственно, вторым слоем я немножко создаю дополнительную иллюзию объема на наших листах. Конечно, объем уже есть из-за текстурной пасты, но не будет лишним. Также выделить немного прожилки светлым цветом, особенно центральную, мне кажется, лист сразу кажется более объемным. И кое-где выделить также более светлым цветом серединки самих секций вот этих делений на листе. Так, ну что же, частично картина уже просохла. Не просохли только бортики. В целом мне уже нравится, как это выглядит. Но я думаю, нам можно попробовать добавить немножко декоративности этому всему. Теперь я использую новую чистую тарелку. Серебристый акрил. Мне кажется, что серебро подойдет больше. По крайней мере, в тот интерьер, который я планирую ее поставить. Наверное, серебро будет чуть более уместно. Я набираю на абсолютно сухую кисть. И вот такими смахивающими движениями также по форме кое-где прохожусь. Вы можете взять губку, например. Если вы хотите немножко другую текстуру, другой эффект. Можете взять заранее губку и попробовать где-то посмотреть, понравится вам или нет этот эффект. Где-то отдельно. Ну, я решила добавить такие сухие текстурные мазочки кистью. Ну что, мы почти закончили. И осталась завершающая часть. Нужно покрыть лаком всю нашу работу. Бортики мои уже практически высохли. И я настоятельно рекомендую, если вы делаете какую-то декоративную вещь на холсте, на подрамнике, декорировать бортики, потому что так работа выглядит гораздо более органично. И сейчас мы займемся лакировкой. У меня два лака, как я сказала в начале. Матовый и сатиновый. Для того, чтобы еще больше подчеркнуть различия фактур. Вот этот контраст. И теперь я открываю первый лак. Это, соответственно, матовый лак. Он выглядит сначала как молочно-белый. Если вы первый раз работаете акрилом, не пугайтесь. Он высохнет и станет абсолютно прозрачным. Им я покрываю все промежутки между нашими листьями. То есть весь фон. И в дальнейшем я уже работаю, соответственно, сатиновым лаком. Сатиновый лак точно так же выглядит. Поэтому их тоже важно не перепутать. Работаю я, в принципе, в одной тарелке. Сатиновый лак создает более глянцевый эффект. Им я выделяю только листья. И здесь я уже стараюсь работать чуточку более аккуратно. Наносить только на листья. Потому что если вы смотрите на работу прямо, то вы не видите никакого блеска. Но при повороте вы будете видеть все малейшие затеки. Поэтому здесь нужно проявить чуточку аккуратности. И также я стараюсь контролировать, чтобы в прожилках не скапливалось много лака. Ну и вот такая работа у меня получилась. Мне кажется, она очень мило и как-то ненавязчиво смотрится в интерьере. Особенно если вам хочется как-то добавить зелени. Или разбавить существующую зелень. Например, ваши цветы в интерьере. Мне кажется, она очень универсальная. И может вписаться вообще в любое пространство. И кухня, и спальня, и зал. Я, кстати, в дальнейшем планирую ее перевесить в спальню. И в целом я также думаю, что абсолютно любой может повторить эту работу. Здесь нет ничего сложного. Надеюсь, у вас получится. Всем спасибо и пока!